Привет! Стиральная машина просится почистить. У меня таблетки профессиональные для чистки. Называются 5 Star Hotel. Профессиональные. Вот так, атакованные, чисто японские. Для этой стиральной машины мне достаточно двух таблеток. Значит, принцип какой? Надо включить машину на 90 градусов, 5 минут, дать нагреться воде, прокрутить эти таблетки и выключить на 3 часа. Но, так как эта машинка не чистилась никогда, 3 часа она просто стоять не будет. Я в 3 часа буду приходить периодически, включать и делать обороты. Потому что, если я заполню стиральную машину водой, то прочистится только нижняя часть барабана. А мне нужно, чтобы вся часть прочистилась. Поэтому я буду ее ворочать в течение этих 3 часов, чтобы все части барабана были очищены. Вынимаю из упаковок, кидаю в барабан. И, единожды почистив, раз в месяц достаточно будет одной таблетки в стиральную машину. И она будет всегда чистая, без налеза. Для чистки стиральной машины я всегда беру японские таблетки. Эти, которые очень сильно пенятся. Но мне кажется, что они лучше чистят стиральную машину. Натемная температура. И включаем. Створились таблетки. Вот сейчас остановится крутиться, и я выключу. Все. Выключаю. Теперь каждые полчаса буду включать. На 10 минут прокрутит. И опять буду включать. 3 часа. А для чего? Чтобы барабан крутился и в разных местах очищалась. Потому что лоток, его надо почистить. Но здесь залежи порошка. Офигеть. Он не смывался, а задерживался весь здесь. Кошмар. Это все вымывается. Лоток от известкового налета. Помыть легко. Но если бы у меня был гель для унитаза. Но у меня кончился любой гель. То можно было бы просто нанести на эти участки. И лоток бы очистился моментально. Но геля у меня нет. Он закончился у меня. Потому что любой гель быстро-быстро растворяет все. Это может я воспользуюсь лимонной кислотой. Это будет медленнее. Вот остатки попали и уже пенятся. Так сливаю эти остатки. Кладу все, что мне нужно. Лимонной кислоты сюда. И наливаю горючий. Лимонной кислотой. Самое интересное. Легко сначала чайник почистить лимонной кислотой. А потом дойти этой же водой до стиралки. Сегодня так будет. Вот прям пошел процессор. Это более медленный процесс очищения. Утенок или какой-нибудь гель для мытья унитазов для противозвездкового налета справился гораздо бы быстрее. Здесь придется и щеточкой потереть. Но это такая более слабенькая альтернатива удаления. Полежала немножко. Теперь надо все это смыть, конечно, до конца. Этот налет такой. Вот такой терочкой. Ну, практически я все отмыла. Сейчас сполоснуть. И все. Все, лоток очищен. Более-менее стоит на месте. Часов прошествия и трех часов. Включила полный цикл. И все. Стиральная машина внутри числя. Беру какую-нибудь жесткую тряпочку. И мою резиночку. Под резиночкой. Наверху резиночки. Вот эта часть тоже должна быть помыта. Все почистил. Там тоже все почистил. Осталось мне залезть вот сюда. Открыть этот фильтр и слить всю грязь, которая там есть. Можно подложить тряпочку. Вот столько грязи вылилось. Спички какая-то. Вот видно. Прям накипь сваливалась. Стэнов. Такое же уходило в канализацию. Причем вот где жесткая вода, надо часто чистить стиралку. Хотя бы раз в месяц. Там бывают зубочистки и прочие пиления. Закрутить. Ну и все. На этом минимальная чистка стиралки закончилась. Прямо вот видно. Вот эти куски накипи. Они уходили в канализацию. Сюда просто попал немножко. И кто говорит, что у них машины чистые, работают прекрасно. Вот доказательство того. О, она работает прекрасно. Но накипи там дофига. Любой чайник возьмите. И сколько там накипи? А это больше, чем чайник. Еще. Это минимум чистка. Еще надо открутить вот эту часть. И почистить фильтр входящий. Но сегодня я это делать не буду. У кого жесткая вода, обязательно надо так чистить стиральную машину. А здесь я чищу тогда, когда отключают воду. Или время приходит, когда горячую воду выключают. Обязательно после этого чищу фильтр. Потому что он сильно забивается грязью. И от этого плохо поступает вода. Если этого не происходило сладко, лучше всего порошок разводить в горячей воде. Насыпали в стакан сколько вам надо. Разбавили горячей водой. И заливать в стиральную машину отсюда, когда уже началась стирка. Многие говорят, что засыпают в барабан. Да, можно засыпать в барабан. Но если 30 градусов и сыпать в барабан порошок, он не весь растворяется. Часто вытаскиваешь белье, а там оно с крупинками. Поэтому лучше всего, когда 30 градусов, развести этот порошок. А если очень жесткая вода, то чуть-чуть уксуса добавить. Не лимонной кислоты, а именно уксуса. Можно на шатырного спирта. И тогда вода смягчится. И порошок будет лучше растворяться. И лучше простирать вещи. А на сегодня всё.